В 1976 году 10-классница Галля собралась на кинопробу. Она очень хотела стать актрисой. За компанию с ней пошёл одноклассник Дима Харатьян. Режиссёр фильма «Розыгрыш Владимир Меньшов» принял судьбоносное решение для обоих. Если Галля снялась в эпизоде, то Харатьяна нежданно утвердили на главную роль. Дали две справки за два дня. Я спел какие-то песни такие советские. Сделали фотопробы, потом были репетиции, потом кинопробы. Дмитрий Харатьян пел и играл на гитаре с самого детства. Он был скромным и застенчивым ребёнком. И смотря на это, ему легко давались неклассные увлечения. Это самая верхняя ступень. Это актовый зал, в котором происходила моя творческая жизнь. Здесь мы играли на танцах, на смотрах. Ну, сначала там в смотрах, художественной самодеятельности, потом постарше, когда научился играть на гитаре, там где-то 13. Создали ансамбль, группу, назывался «Нагерольды». Многочисленных интервью Дмитрий Харатьян признаётся. Рад, что зрители ассоциируют его со светлым образом Гардемарина. Новая волна славы настигла его 28 лет. На экране советских кинотеатров вышел фильм «Гардемарины вперёд». Но Дмитрий не зазнавался и воспринимал славу спокойно. Когда уже не юного актёра призывали в армию, он пошёл служить. А возможность откосить в силу известности была. Там актёр испытывал унижение, переносил на себя дедовщину. 18-летние же призываются. И мной командовали, конечно, младше меня по возрасту. Мало того, они и самоутверждались, многие из них. Потому что, ещё раз повторяю, я был известным артистом. И, конечно, они потом могли домой написать, сказать, да я этого, который в розыгрыше «Зелёном фургоне», я его вообще, давай, иди, там, толчки, честь, и всё такое. Харатьян более 20 лет женат на Марине Майко. При знакомстве девушка не знала, что Дмитрий – популярный актёр. Этим она заинтриговала Харатьяна. А спустя пару месяцев безвозвратно покорила его сердце. Жизнь у супругов не оподится без ссор, но каждая из них во благо. В этом, кстати, и есть, наверное, радость и счастье наших взаимоотношений, что мы такие разные, мы находимся периодически в конфликте. И конфликт, как не знал, я, кстати, выяснил, он так же продлевает жизнь, как и благостные отношения между супругами. В 2020 году к выходу готовится фильм «Картамарина-4». Поклонники Дмитрия Харатьяна ждут своего кумира в знакомом образе Алексея Корсака.